Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы на обед решили долго не заморачиваться, приготовить обыкновенный гуляш. Вот для этого у меня на столе приготовлены все продукты. Это мясо свинина, морковь, лук, чеснок. Это вот томатная паста. Заранее мы её развели в водичке, потому что у нас томатная паста была замороженная. Мука, чёрный перец, лавровый лист. И мы на гарнир сегодня приготовим эти макароны, итальянские макароны. Ну, начнём готовить. Итак, у нас здесь мясо. Значит, мясо мы взяли где-то 500 граммов. Сейчас мы это мясо нарежем. Резать можно, конечно, произвольно, ну, мы вот такими вот кубиками нарежем. И потом обязательно, прежде чем обжаривать, мы промокнём бумажными полотенцами, чтобы у нас жир во все стороны не летел. Вот такие вот кусочки. Ну, я так думаю, что... Ну, по-разному люди режут. Некоторые режут продолговатыми кусочками. Ну, вот так вот мы нарежем. Сейчас я отрежу кусочек бумажного полотенца. Так. И... Буду вот сюда вот выкладывать, чтобы пока другое нарежу, чтобы у меня это отмокло. Вот так. И второй кусочек точно так же. Ну, у меня чистая мякоть. Вот так. Пойдёт такими кусочками. Сильно мелко не буду резать, чтобы хоть было что жевать. Ну, и вот таким образом. Сейчас. Пока мясо промокается, у меня вот тут вот заготовлена вот эта наша сковородка. Мы сейчас сюда. Вот у меня вот здесь мясо, масло растительное заготовлено. Здесь где-то 60 миллилитров. Выливаю и включаю газ. Как только нагреется, мы постараемся это мясо обжарить. Вот так. Пусть обжаривается. Сейчас, секундочку ещё. Промокну. Таким образом. Вообще, конечно, если особенно мясо замороженное, то его, когда нарежешь, обязательно нужно промокать. Если мясо свежее, то, может быть, этого и не требуется. Вот эта процедура промокания. А так как мясо у нас было заморожено, разморозилось, то здесь, конечно, влага выступила. Поэтому нужно будет вот так вот сделать. Ну вот. Это мясо у меня. Сейчас. Мясо накалится. И мы начнём с мяса. Обжаривать с мяса. Так. Ну вот. Масла, я считаю, достаточно. Достаточно. Так. Попробуем. Уже можно чуть-чуть опускать. Уже начинается подавать звук жареного мяса. Надо помешиваться, конечно. Посуда у нас такая, очень хорошая. Знаете, она не пристаёт. Продукт, который жарится, не пригорает так сильно. Если только, конечно, не будет склить. Мясо у нас уже побелело. Обжаривается хорошо. Набирая температуру, я сейчас, наверное, немножечко уменьшу огонь. Вот таким образом. пока мясо обжаривается, тем временем я хочу этот чеснок приготовить к обжарке. Я его сейчас так вот... Ой! Нужно будет сейчас мне этот чеснок покрошить и туда к мясу отправить. Не буду стараться чересчур мелко окрошить. Посмотрим сейчас. Пуски все разные, а вы большие, не мелко. Ну ничего. Размяк влезетно одинаковый. Так. Все. Сейчас я отправлю сюда чеснок сразу. Пусть мясо напитается ароматом чеснока. Так. Вот уже пошел запах чеснока. Такой приятненький. Теперь тем временем быстренько нарежем лук наш. Лук наш. Вот таким образом нарежем. Где-то у меня тут 200 граммов лука заготовлено было. Видите, у нас лук такой очень крупный, поэтому его приходится использовать частями, дольками. Так. Так. Сейчас мы немножечко подождем, пока наше мясо вот так, влага из него испарится. Друзья, вот посмотрите, мясо у меня уже подрумянивается, да? Сейчас самое время сюда уже бросить лук, который я заранее накрошила. Я сейчас лук этот брошу сюда. Самое время, чтобы у меня мясо совсем уже не сгорело. Вот так. нужно будет тщательно там все перемешать. Вот. Уже мясо уже обжаривается. Сейчас мы немножечко огонь уменьшим. Так. Чтобы лук тоже красиво обжарился. Вот так. Да-да-да. Потому что огонь сильный был. Ну, ничего. Нормально. Вот так. подрумянилось мясо. Как раз все, что мне нужно. Вот. Теперь вот смотрите-ка. Я сейчас на этом этапе хочу чуть-чуть гуляш наш подсолить. Я его до сих пор не солила. Вот так. Ну, на эту порцию я хочу посолить. Ну, где-то да. Вот так где-то с чайную ложку. Чуть-чуть. Ну, еще чуть-чуть. Вот так. Чтобы не пересолить. Еще потом мы посолим. Да. Потом вот так обжаривается. Вот лук тоже уже принялся желтеть. Вот так обжаривается. и сейчас пока он будет у меня обжариваться этот лук я поставлю на маленький огонь. Вот так. Пусть он обжаривается. Пока я приготовлю морковь. Одна морковка. Одна морковка. одна морковка. Ну, вот таким образом тоже небольшими вот такими кубиками нарежу. Вот так. Вот приблизительно вот такими кубиками я нарежу вот так всю морковку. и буду потом бросать ее к луку и к мясу. Вот таким образом. Так. Ну, надо следить, чтобы, конечно, и мясо не сгорело. Даня, нарежем, потом включимся. Так. Друзья, моя морковь готова, чтобы ее отправили туда к мясу и к луку обжариваемую. Вот сейчас, вот на каком этапе, видите, лук мой уже хорошо поджарился. Бросаю туда морковочку нашу и пусть это все обжаривается. Обжаривается это где-то минут, наверное, 7-10 нужно, чтобы это все обжаривалось. Вот таким образом. Так. Теперь чуть-чуть я еще огонь прибавлю, чтобы морковь обжарилась. Так. И когда морковь уже начнет чуть-чуть поджариваться, мне нужно будет туда залить томат, который я заранее растворила. Друзья, дело в том, что у нас сегодня гуляш будет с макаронами, поэтому пока мой гуляш поджаривается, я сейчас вот включаю вот под этой кастрюлей газ. Здесь у меня полтора литра воды я налила и так как мои макароны, они чисто итальянские, они, видно, из твердых сортов пшеницы, очень долго они варятся, поэтому я сейчас включила и жду, пока закипит эта вода. Как только закипит, я брошу туда макароны. Друзья, вот у меня морковь уже, так сказать, схватилась, сейчас у меня настало время залить вот этот гуляш томатным соусом. Дело в том, что можно, конечно, свежими помидорами, но у меня сегодня вот здесь томат-паста, а томат-паста я взяла, растворила в воде, чтобы это все, вот так, видите, все растаяло, растворилось, и я сейчас это все залью. и будет это тушиться вот в этом растворе томатный. Если в процессе тушения я убежусь, что мало жидкости, я, конечно, жидкость эту добавлю. Вот таким образом. Сейчас я перемешаю аккуратненько, вот так. Ну, в процессе приготовления, конечно, буду пробовать на соль. Если мне покажется, что маловато соли, я добавлю. Итак, ждем, пока тушится. Минут через пять я включусь, вернее, добавлю сюда муку, которая у меня там заранее заготовлена. Так, друзья, пока наш гуляш готовится, я смотрю, что у меня вода закипела, которую я поставила, чтобы отварить макароны. Я сейчас подсолю эту воду немножечко, где-то вот так с чайную ложечку брошу, вот так, много не буду, потом можно будет регулировать. И сейчас мы бросим эти макароны. Макароны, конечно, вы можете бросать, ну, глядя на свою семью, что ли, соответственно. Вот так я жменьками кидаю, потому что они очень хорошо развариваются. Две я уже жменьки, да? Я всегда жменьками вот так делаю. Три и четыре. Я считаю, что этого на нашу семью вот пока вполне достаточно. Вот. Сейчас я размешаю. Ну, они, как обычно, как правило, к этой кастрюле не прилипают. Сейчас я уменьшу огонь и продолжим варить эти макароны. Настоящие итальянские макароны. Друзья, вот теперь следующий этап наш. Мне нужно вот в эту водичку, вот здесь у меня 200 граммов воды. нужно высыпать вот тут 2 столовые ложки муки у меня вот здесь. Мне нужно вот сюда высыпать эту муку и постараться вот так быстренько ее размешать. Желательно, чтобы комочков не было вот таким образом. И вылить в тот гуляш. Для того, чтобы наш гуляш был густой, наваристый, вкусный. Вот таким образом. ну если даже вот здесь и будут комочки, страшного, они там разойдутся при помешивании. Вот так. И сейчас мы этот вот называемый раствор выльем вот сюда вот в этот гуляш. Потушился? Да, он продолжает тушиться. Мы продолжаем его тушить. тем более, что вот видите здесь как бы маловато жидкости. Сейчас минуточку. Мы вот так выльем сюда. Вот видите мука вся разошлась. Ну чуть-чуть там комочки встречаются. Ничего страшного. Мы теперь это будем дотушивать где-то ну минут 10 при закрытой крышке на слабом слабом огне, чтобы это все ничего не подгорело. И еще раз предупреждаю, если вы почувствуете, что все-таки жидкости маловато, вы всегда можете ее добавить. Вот таким образом. Пусть будет тушиться на слабом огне. Друзья, вот на этом этапе так выглядит наш гуляш. Я считаю, что здесь и подлива, самая вот консистенция подливы, самая такая подходящая. Здесь и воды достаточно. И мы вот сейчас вытащили кусочек мяса, вот кусочек мяса, попробовали, мясо вполне уже готово. Последнее так. Мне что нужно сделать? Мне нужно сейчас сюда чуть-чуть соли, ой, черного перца, чуть-чуть вот так посыпать. Так. Ну, достаточно. Кому нужно будет, тот еще себе. И два лавровых листа. я вот сейчас вот так закопаю сюда. И на этом этапе я хочу сейчас гуляш этот закрыть крышкой, выключить газ, и пусть перец и лавровый лист отдадут все свои ароматы. Все. А вот посмотрите, у меня прошло уже больше 10 минут, как варятся мои макароны. Я же вам говорила, что они очень и очень долго варятся. Я этой же ложкой мешаю, считаю, что ничего страшного в этом нет, потому все равно макароны будем есть подливой. Вот так. Вот посмотрите, вот макароны, видите, они еще не сварились, я же говорила, долго очень варятся. Чуть ли не такое время занимает, как приготовление этих гуляша. Вот так. Ждем, пока сварятся наши макароны. Друзья, вот макароны у нас еще до конца не сварились, но пока они варятся, гуляш у меня уже готов, я вот приготовила салат из помидор, там у меня лук, вот нарезанный лук, и майонез. Сейчас мы, конечно, это все размешаем, а пока этот салат вот так выглядит. Ну, это я салат приготовила к обеду. Так, сейчас макароны мы выловим, вернее, воду сольем с макарон, и я вам покажу, что получилось из этого. Посмотрите, эти макароны у меня уже варятся в течение кого? Уже 18 минут они у меня варятся, и посмотрите, какие они стали. Вот, размером какие огромные, но я попробовала, они еще, в общем-то, ну, не сказать. я люблю мягкие прям макароны. Ну, мы сейчас сольем воду все-таки, потому что семья уже хочет обедать. Что я сейчас сделаю? Посмотрите. Я сейчас вот как сделаю. Сейчас, секундочку. отключаю. И вот, посмотрите, что я сделаю. вот такая у меня замечательная сеточка есть, которая позволяет мне воду эту всю слить. Вот. Сейчас сольется вся водичка, и я сейчас эти макароны отправлю назад. Вот, друзья, я слила воду эту, и поместила макароны назад в родную кастрюлю, в которой они варились. Теперь я должна эти макароны приправить сливочным маслом. Вот так где-то приблизительно я, ну, где-то грамм 20 сливочного масла. Перемешаю это все, чтобы равномерно масло все. Вот. Вот так. так. И сейчас мы вам готовое блюдо покажем. Вот так выглядит наше сегодняшнее блюдо второе, гуляш с итальянскими макаронами. Ну, мы сейчас будем обедать вместе с салатом, вот с этим, который я приготовила. Посмотрите, какие стали, были какие макароны. помните, когда их засыпало в горячую воду, в кипящую, и какие они вдвое увеличились. Вот так. Ну, все. Обед приготовлен. Нам приятного аппетита, вам приятного просмотра. Подключайтесь к нам, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Пока-пока, до свидания. ПОДПИСМЕНТЫ